Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем, все, что душе угодно Вот, поэтому сегодня Мы будем делать майку Причем майку летнюю У нас начинается бархатный сезон Еще можно мечтать о море чаньках И золотом песке Поэтому мы выбрали для дизайна Морской стиль Декупаж, как вы уже сказали, он всем доступен И ничего особенного Для работы не нужно Ну, разве что специальный клей Для декупажа на ткани Специальный клей для декупажа на ткани Зачем нужен? Чтобы потом эту вещь можно было стирать И носить достаточно долго Понятно Ну, то есть, все-таки нужно какие-то рамки соблюдать Прежде всего, исполнительский По факту работы с материалами Я так понимаю, что, в принципе, материалы должны быть Относительно доступны Вот вы где все это покупаете? Я знаю, что в интернете есть какие-то магазины Есть, быть может, какие-то магазины для хобби Уже такие очевидные Это торговое предприятие В вашем случае как это выглядит? Ну, в Москве действительно сейчас большое изобилие магазинов и материалов Поэтому выбирайте ближайший к дому художественный салон Или какой-то арт-магазин По Москве много сетей И тот же передвижник, триколор Все для художников, как угодно Может быть и маленький магазинчик, и большой И почти везде сейчас в изобилии товары для декупажа Трафареты, клей, краски, кисти, контуры Ну, вот о том, как ими пользоваться и как обращаться с таким действительно зыбким материалом, как бумага на майке Мы сейчас узнаем Итак, с чего начнем? Ну, для начала мы приготовили майку Мы взяли белую майку и неспроста Потому что в декоре используем салфетки Причем, ну, салфетка может быть самая обычная Сервировочная салфетка, купленная даже в супермаркете Если вам понравился узор Не обязательно покупать салфетки в художественных магазинах Хотя и там они сейчас продаются Я уже заранее вырвала медвежонка, которую мы будем наклеивать на майку Вырвала, не вырезала Почему вырвали? Ну, это такой мой любимый ход в декупаже Потому что, когда мы будем наклеивать медвежонку Мы неминуемо залезем за края изображения И это может оставить такой несколько заметный след, что сделает работу не очень аккуратной А если мы края вырываем, у нас уже идет намек на калаш И некоторую рассчитываю такую небрежность И потом рваный край легче списать с фоном, теми же акриловыми красками Стилистика Понятно, продолжаем Вот, так вот, салфетка используется только самый верхний красочный слой Обычно салфетки трехслойные Поэтому после того, как мы мотив вырвали, ну, или вырезали, кому как больше нравится Ну, вырвали, мне тоже больше нравится ваша терминология Вот, остается очень такой полупрозрачный слой салфетки И если такое изображение положить на темный фон, то оно потеряется за счет полупрозрачности А на белом фоне сохранит свою яркость и красочность Поэтому маечка у нас беленькая К тому же белый цвет идеально подходит для морской темы Согласен, но все-таки все говорит об отдыхе Итак, мы будем ее сейчас смонтировать, так сказать, на место, используя что? Специальный клей для докупажа на ткани На ПВА похож Ну, по сути, это может быть тот же самый ПВА Только его после высыхания можно прокладить утюжком с обратной стороны И стирать потом изделие На обычном ПВА, ну, может, вы, конечно, постираете На обычном ПВА я обои подклеиваю там, где они отклеиваются Поэтому я знаю, что с ним происходит Я бы тоже не стал его мамой кумасать Вообще, в классическом докупаже, когда наклеивают картинку Промазывают клеем прямо сверху салфетки Она тонкая, промокает клеем И сразу происходит сцепление с поверхностью Но в докупаже на ткани очень важно Сначала прокрасить ткань под салфеткой И, кстати, хорошо бы нам сделать небольшую прослойку Чтобы наша маечка не промокла А, то есть для того, чтобы слой клея И всего того, что мы будем сверху наносить Не пропечатывалось насквозь Совершенно верно Хорошо, весьма показывает У нас не хватает утюга здесь, кстати, в студии Но мы потом расскажем, что нужно будет сделать постфактум Дорогие друзья, вы можете прям параллельно с нами начинать Бегите за салфеткой Или что там еще в доме бывает трехслой Наверное, вы лучше меня знаете И давайте как-то вот прям на майку мужа, пока он на работу не ушел 440-79-86 Онлайн-консультации мы можем вам оказывать вместе с моими гостями Продолжаем Итак, сделали подложечку Посмотрели, где у нас будет мишка И теперь промазываем ткань под картинкой Для чего это делается? Для того, чтобы, когда мы закрепим изображение Оно у нас хорошо держалось и при стирке не отслаивалось Если есть исчезающий маркер То можно наметить изображение Контура, что ли? Да, границы Ну понятно, в этом нет глубокой необходимости Вот так вот необычно на майку мазать клей На это еще нужно решиться Вообще, вы уже 5 лет этим направлением Горите и весьма успешно Стоит ли говорить о том, что наверняка ваши друзья уже ходят в декупажированных майках И прочие удовольствия вас также постигают Откроюсь мне секрет С чего проще всего начать? Ведь одежда, работа с одеждой достаточно сложна Ну или по крайней мере с точки зрения собственных ощущений Действительно небезопасно, лишь бы не испортить вещь Вы с чего начинали? Ну классический декупаж начинается обычно с деревяшек А не с тканей Вот, но как-то я больше с сумок начинаю Вообще у меня с сумками как-то лучше складывается А майки, конечно, кто-то любит майки с декупажем Кто-то не очень Чаще всего эта техника больше востребована в детских вещах, конечно У вас здесь тоже есть неплохой опыт Да Понятно Но в любом случае, да, в зависимости от картинки, от предпочтений, да, от вкуса Здесь на выбор, да, слушай Ну, большая палитра всего того, что можно выбрать и нанести непосредственно на материал К тому же декупаж техника, которая очень хорошо сочетается с различными другими декоративными техниками И той же росписью по ткани И трафаретами Кстати, трафареты мы сегодня в нашем дизайне тоже будем использовать И все эти техники обогащают итоговую картинку И получаются очень интересные вещи К тому же у вас будет эксклюзивная вещь, неповторимая Авторская, вот за этим, кстати, многие и стремятся Откройте мне секрет Ну, есть же все-таки какое-то честолюбие, да, честолюбие, я уж не знаю, называйте, как хотите Мания величия Вы экспонируете свои майки, сумки? Насколько важно состояться в творческом цехе? Майки, сумки – это всего лишь маленькая часть того, что я делаю Потому что от каких-то мелочей, начиная с кухонных досочек и шкатулочек До декора мебели и интерьера Это как раз диапазон, которым я занимаюсь Конечно, стараюсь участвовать в выставках Вот, например, выставка «Другие вещи» Такой фестиваль авторского хендмейда Семейный, куда приходят целыми семьями Отдыхать, поучаствовать в мастер-классах Ну, то есть есть сообщество людей, интересующихся подобным направлением в искусстве И хендмейд, вот мне слово очень понравилось, я его слышал ранее Но это действительно оно так и есть Мы пока прервемся на несколько минут Вновь возвращаемся в формат нашего интерактивного общения Вместе с вами, дорогие друзья, телепон 440-79-86 Продолжаем творить в этой студии Делиться секретами профессионального мастерства В частности, эту гордую обязанность я возложил на мою гостю На Наталью Жукову, художника-декоратора Наталья, до нас дозвонился наш телезритель Не отрываясь от производства, мы предоставим ему слово Доброе утро, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос Доброе утро Здравствуйте Очень интересная ваша передача И я бы хотела узнать, где можно поучиться вот такому производству Интересно мы как декупаж Именно в нашем юго-восточном округе Спасибо Ранее спасибо Только у меня и в интернете Благодарю Ну, в юго-восточном округе действительно немало подобных Ну, вот таких вот организаций, занимающихся Ну, скажу вам так Вы, наверное, не владеете, да, той полной информацией Про юго-восточный, боюсь, что нет Да, но, тем не менее Могу сказать следующее Достаточно в интернете действительно набрать слово декупаж И, в общем, действительно найти те самые организации Дома культуры Между прочим, этим тоже занимаются весьма нередко Ну и, наверное, вот посещать различного рода open-air То есть акции и мероприятия на открытом воздухе Вот у нас в юго-восточном округе Это Кузьминки, Люблино, ну, опять-таки Блохерская, Кузьминки Все это как раз и действительно работает в том направлении Чтобы организовывать правильный досуг Более предметной информации, к сожалению, озвучить вам не можем Но в любом случае спасибо за то, что вы до нас дозвонили С этим прекрасным утром Любую информацию, в принципе, мы готовы вам подсказать В процессе всего эфира Спасибо Ну, мы продолжим Пока вот, пока только так И только на телевидении Юго-Востока Мы можем рассказать более подробно о том, как заниматься декупажем Что мы делаем? Мы что-то уже ушли на два шага вперед Ну, наш медвежонок уже наклеен Занял свое почетное место в центре композиции И теперь, как я уже говорила, мы списываем фон медвежонка То есть, чтобы наш край не выглядел просто неаккуратно наклеенным Или просто вырванным Мы его мотивируем Да, мы его обыгрываем Красиво Чтобы это смотрелось как совершенно логичное завершение Мы взяли акриловые краски для ткани Конечно, на ткань ляжет и обычная художественная акриловая краска Даже строительная И по большому счету, ну, в общем-то и на холсте пишут акрилом Но, почему специальные лучше? Потому что потом вы вашу вещь сможете стирать Вот, про узелитарные функции, да Что с постерушками? Так вот, постерушки будут доступны В режиме, подходящем для ткани Ну, для верности, может быть, не стоит выбирать больше 40 градусов Согласен Температурный режим для стирки А в остальном вещь можно стирать, гладить с изнаночной стороны Не по картинке? Лучше нет А вот, милое сердцу, особенно джентльменов, кракелюра не появится на картинке после стирки в машинном барабане? Можно отключить отжим, например Тогда точно ничего не появится Или поставить деликатную стирку Понимаю Ну, ручками оно всегда полезнее и эффективнее Так, все, мы смонтировали нашего медвежонка на майку непосредственно Да Что у вас в руках? Трафарет Вещь очень хорошая Потому что специально трафарет взяла Чтобы показать, насколько подобный дизайн доступен каждому Не надо уметь рисовать Достаточно взять салфетку и любой трафаретный рисунок, который вам подходит по теме В данном случае это морская тема У нас здесь маяки, якоря, волны И мы будем через трафарет дополнять декор нашего Дополняйте, меньше двух минут остается А что, мы прямо на мишку будем? Или что, Мик? Я хочу сделать полоску волн под медвежонком Согласен Одобряю Мне подойдет А, ну вот тоже губочкой, да? Вот так вот аккуратно, используя ту самую краску, которую сказали выше Открость мне секрет Я понимаю, что вы человек творческий И имеете собственное видение Ну, как и в любом модном направлении Должны быть тренды Должны быть какие-то, ну, скажем так Общие тенденции, которым, ну, можно Или, может быть, даже хорошо бы следовать Вообще существует такое в декупаже? Существует Конечно, не так выражено, как в индустрии моды Но тоже существуют стили и направления, которые имеют определенную популярность И востребованность как у художников, так и у покупателей подобных вещей Вот, например, в последнее время очень актуально и модно делать вещи в стиле винтаж С кракелюрами С кракелюрами С кракелюрами, потет, шебешик Это очень романтично И как-то так с налетом времени История делает вещь Пользуется спросом Заведомо такой Как это сказать? Домашний, уютный Ну, я так понимаю, что вообще, да Вот здесь какая-то приватность такая Как в исполнении, так и в желании В общем-то, действительно, показать свои навыки Весьма уместно и очень отрадно Вот как-то душевно получается во многом Вы знаете, вот, Наталья, к сожалению, время подошло к концу Вы продолжайте, мы все-таки закончим эту футболку Мне ее еще носить Дорогие друзья, вам же напомню Что сегодня в этой студии На мои и на ваши вопросы Отвечала художник-декоратор Наталья Жукова Наш фир на этом не заканчивается Спасибо вам за активность